Сегодня запустился винзавод Юровский. Мощность этого завода 300 тысяч декалитров. С его помощью мы планируем увеличить объемы розлива вина с 1 миллиона декалитров до 1 миллиона 150 тысяч декалитров уже в этом году. Новое, хорошо забытое, старое. Это правило коснулось Юровского винзавода. Заброшенное производство удалось возродить Светлане Куликовой. Она приехала в Юровку из Новосибирска несколько лет назад. Ее поразила плодородная кубанская земля, обилие фруктов. Винзавод в Юровке никогда не выпускал вина. Во все времена там производилась только первичная обработка винограда. И вот сегодня первые литры в упаковке тетропак сходят с линии розлива. Мы выращиваем виноград, открыли розлив и на будущий год планируем реанимировать старое производство. Это старый завод по переработке, получить вторую лицензию. То есть сделать цикл уже завершенным. То есть виноград вырастили, виноград переработали, развили свое и продали. То есть хотим работать только на собственном сырье, то есть это в планах. Но пока, конечно, собственного сырья с 200 гектаров нам будет недостаточно, поэтому мы будем подкупать. Будем стараться тоже подкупать у нашего, у отечественного производителя. Вот сейчас мы купили тоже на Анапском винзаводе виноматериал. И будем разливать свое вино, свое хорошее качественное вино. Это большое событие для Юровки и, пожалуй, города-курорта в целом. Так как на заводе в ближайшем будущем в общей сложности будет создано более 60 рабочих мест. Для сотрудников созданы достойные условия труда и хорошая заработная плата в среднем 20 тысяч. Директор рассказывает, что набирала первых специалистов, что называется, по крупинкам. В ответственный отдел анализа вина пригласили лаборанта химических анализов с 29-летним стажем Ларису Кастерину. Она работала на известном СПК имени Ленина в поселке Виноградном. Заведующая лабораторией Ольга Орлова, тоже ее коллега по бывшему СПК. Анна Охлыч специально приехала из станицы Варениковской. Ее послужной список весомый и производство она знает от и до. Анна провела первую дегустацию для гостей. Сейчас разливается классическая линия Мерло, Каберне-Савиньон, Изабелла. Сухие, полусухие, полусладкие вина. Дирекция завода планирует запустить три линии розлива вина. Бутилированного можно будет разливать до 800 бутылок в час. Своего сырья для производства таких объемов вина пока недостаточно. Но в планах перейти на свой собственный полный цикл производства. 200 гектаров – это у нас виноградники, а в собственности у нас 600 гектаров. То есть мы планируем каждый год понемножку, чтобы было подъемно и подрядчику нашему, подсаживать по 30 гектаров своих виноградников. То есть и потенциал в принципе у нас есть. Чтобы дать путевку в жизнь хорошему товару, по сложившейся традиции гости подержали в руках первый тетрапак и вместе с руководителем предприятия наклеили акцизную марку. Лариса Басова, Артем Зиборов, Анапа. Регион.